вы знаете сегодня не будет никаких обзоров косметики мне просто хочется с вами пообщаться но так как у меня все-таки косметический канал то мы с вами будем собираться вместе я естественно буду показывать что и чем я делаю то есть косметику которую я использую вы будете видеть но говорить я буду не косметики сегодня поэтому а если вам такой формат нравится то усаживайтесь поудобнее потому что видео скорее всего будет длинным а первое что я буду использовать это базу от diapros это stick 21 оттенок и я хочу макияж сделать палеткой make a revolution вот этой вот и я получила достаточно много комментариев по поводу того чтобы показать какой-то более нейтральный макияж потому что эта палетка более такая как красновато-розовато-фиолетовая а ну вот я открою для тех кто не видел то видео я сделала там такой более красновато-фиолетовый макияж и так как здесь есть все-таки намек на более такие нейтральные оттенки мне попросили показать какой можно выдавить из этой палетки нейтральный макияж что касается палетки то я сейчас быстро расскажу какой мой план действий самые нейтральные здесь оттенки это естественно вот эти вот три и вот этот вот ну вот эти два грубо говоря то есть я так думаю что я вот в этой зоне сегодня и останусь то есть вот эти буду оттенки использовать а вообще я уже давно хочу с вами обсудить одну тему которая вот не покидает мою голову уже очень много месяцев даже и ой красный какой-то все равно немножко и я все периодически на эту тему думаю но вот недавние события заставили меня еще больше задуматься на эту тему и я не знаю следите ли вы за американским сообществом beauty сообществом я имею ввиду или нет по своим комментариям я вижу что часть следит часть смотрит американских блогеров а часть вообще без понятия кто такие американские блогеры и что там вообще у них происходит если вы не знаете о чем я говорю я говорю о скандале между лорой ли мэнни мюэй гебриэл замора никита dragon и джеффри стар короче говоря это пятерка раньше была лучшими друзьями то есть они действительно много времени проводили вместе а потом у них что-то вроде как произошло и они разругались и вообще перестали общаться все это было тайно покрытое мраком потому что никто из них не говорил что случилось и вот недавно буквально неделю назад гебриэл замора выложил фотографию там где лора ли он сам потом мэнни мюэй и никита dragon сидят вот так вот с факами и там еще такая подпись была типа ну я дословно не буду переводить потому что я не матерюсь на своем канале но если так по культурному перевести то типа чувака заела потому что без него нам намного лучше а вот и естественно это относилось к джеффри стару и там поднялась первая волна возмущения типа чё ты джеффри стару лезешь там ну и так далее и он выложил серию твитов там где он говорит что я не поддерживаю расистов в общем-то я раньше молчал но все я молчать больше не буду а джеффри стар он постоянно использует российские какие-то высказывания он постоянно и в общем-то самый большой скандал вообще по поводу джеффри стара это по поводу того что он расист есть очень много старых и видео и твитов его там где люди его обвиняют в расизме но все они достаточно старые там лет по десять может быть там восемь ну где-то так и он уже с тех пор извинился он выпустил официальное извинение у себя на канале за свои прошлые действия ну как бы кто-то его просил кто-то не просил мы как бы тут каждый решает сам но тем не менее гибриал сделал заявление что он до сих пор это все использует и то что его эти изменения можно потереть одно место и короче говоря начался вот такой вот скандал тут люди естественно не стали зевать и начали рыться в прошлом всех этих людей кто был на этой фотографии и они нашли там такое лор или они нашли очень и российские твиты а у самого этого гибрилла даже они нашли российские твиты на никиту dragon тоже они там накопали кучу грязи и к чему это все привело это к тому что от них массово начали отписываться люди короче эта драма все никак не утихала и каждый из них естественно понял что они должны какие-то официальные заявления выпустить первым извинился гибриал он вообще удалил эту фотографию и извинился перед своей аудитории а позже также извинился еще и перед джеффри старом потом по моему мы не выпустил свое видео там где он изменялся вообще за какие-то левые вещи то есть да и мы предъявляли претензии по поводу того чего насчет чего он извинялся но это совершенно не актуальные вещи были не то что больше всего бесило народ именно в данный момент и его тоже естественно закидали тапками но самая большая фиаско это извинение лор ли там где она вообще непонятно о чем пищала в своем видео вы теряла несуществующие слезы что нет ей оправдание и нет ей прощения и вообще она не заслуживает на помилование но пожалуйста простите меня дуру грешную и все это естественно за российские твиты которые собственно и подняли вот эту вот огромную шумиху короче ее извинением вообще никто не поверил судя по всему и в этот день когда она выложила свои извинения не наоборот отписалась внимание 166 тысяч людей представьте в общем и кстати я использую кремовые тени от make a revolution оттенок rebound потому что этот оттенок он какой-то недостаточно яркий мне хочется чуть-чуть сделать его поярче и вот мне кажется что вот этот rebound это может сделать и короче кульминация всего произошла вчера по моему гебриэл замора выложил видео которое показывает его сторону событий которые произошли и узнаете я следила за всем этим скандалом потому что его реально было очень сложно игнорировать сеть просто взорвалась этим скандалом и его видео мне по крайней мере показалось вот действительно его стороной он просто пересказал хронологию событий вот как он их видел со своей стороны без вот этого вот театрального шоу без слез и в своем этом видео он конечно же извинился перед своими фанами также он извинился за свои прошлые действия вообще за эту фотографию и он извинился перед джеффри старом что удивительно и что меня поразило так это то что он сказал что он выложил эту фотографию и он сказал все эти вещи про джеффри стара потому что он искренне в них верил но вот эта вся хреновая репутация его была основана на словах вот этой группы людей то есть в основном мэнни и лоры как я поняла потому что никита вроде как там самая молчаливая она вроде как не сильно там в этом всем принимал участие но он говорил что когда они проводили время вместе имеется ввиду никита гибрия лора имени они всегда обсуждали джеффри стара в плохом свете ну наверное подшучивали наверное что-то там язвительные какие-то комментарии были короче он сказал что он проанализировал и понял что когда они проводили время с джеффри старом то есть когда гибрия проводил реально время с джеффри старом он ни разу от него не слышал ничего такого о чем говорили эти люди и что эти люди создали в его голове вот эту вот репутацию и он настолько в это поверил что он решил как бы даже в твиттере против этого выступить что он расист и так далее и даже создается такое ощущение что лора мы не и никита использовали гибриала как козла отпущения то есть он высказался якобы и на себя и принял весь удар в общем то он высказался якобы за всех а потом все сказали что нет нет мы к этому не имеем никакого отношения это все он кому интересно в эту тему погрузиться более детально я вам оставлю кое-какие ссылки чтобы вы могли посмотреть хронологию событий сами сделать выводы как я сказала я не хочу прям сильно в это погружаться потому что это как предисловие скажем так главной моей мысли которую я хочу обсудить кстати под глаза я наносила консилер от мэйболин в оттенке 05 брайтнер то есть светло-розовый и сейчас пудрой это закреплю под глазами буквально вот так вот слегка что касается моего личного отношения к данной ситуации то я даже не знаю потому что я не знакома с этими людьми я не могу на сто процентов утверждать что было чего не было чтобы занимать какую-то позицию из всех вот этих вот людей кого я сегодня перечислила единственно единственный человек на кого я подписан на этот же фриста да у него было довольно мерзкое прошлое скажем так но этот человек очень с многим столкнулся я не столкнулась даже сотой долей того с чем столкнулся он начиная от проблемного детства отец покончил жизнь самоубийством мать алкоголичка наркоманка потом не принятие себя не принятие своей нетрадиционной ориентации самобичевание нанесение себе увечья как недавно стало известно у него все тело покрыто шрамами потому что он себя резал я уверена что его всегда травили за его внешний вид за его ориентацию за то что он говорит за то что он делает за то что он дышит вообще куча предательств было в его истории и анализируя все это я понимаю что человек просто может быть обозлен на весь мир вот в том в то время конкретно вот в тех всех ситуациях которые с ним происходили я не знаю как вообще может сложиться какая-то адекватная психика скажем так на основе вот этого всего и я понимаю что когда человек зол на весь мир он может поступать очень гадко очень мерзко говорить обидные слова делать какие-то плохие поступки но в то же время я уверена что все мы когда-то говорили вещи о которых мы жалеем или делали поступки которых мы жалеем и я считаю что даже какие-то неправильные поступки не определяют нас до конца всей нашей жизни потому что люди меняются на протяжении всей жизни и тому же джекри стару любят приписывать что он все равно расист потому что он поссорился например там с джеки айна это американский блогер она темнокожая и назвал ее в общем-то крыс или как-то он там ее обозвал и вот все он расист потому что он до сих пор на черных женщин нападает и обзывает их но по факту если так разобраться джеффри стар разосрался с половины интернета наверное для него было абсолютно неважно кто ты будь то темнокожий человек или белый или синий зеленый красный левый правый в общем то это было абсолютно неважно если он с кем-то ссорился то он ссорился с конкретным человеком и вы знаете я чем больше на это все смотрю тем больше я понимаю что youtube и вообще вот это вот бьюти сообщества это как абсолютно любая другая рабочая среда здесь абсолютно точно также есть люди которые друг друга не переносят есть люди которые очень дружат есть те кто разводит сплетни есть те кто кого-то обсуждает есть те кто кого-то подставляет то есть это абсолютно обычная рабочая среда и то что эти люди не находятся скажем так в одном каком-то офисе они все разбросаны по миру или там по стране это особо ничего не меняет и если честно у меня такое впечатление что некоторые блогеры уже настолько отрываются от реальности я не знаю что это звездная болезнь или возможно чувство какой-то вседозволенности что чтобы ты не сказал чтобы ты не сделал как бы ты там мире не отреагировал на какую-то ситуацию все вроде как должно прокатить и вообще на самом деле хотя я считаю и вот эта ситуация и вообще когда случается что-то такое я пытаюсь это как-то проанализировать и сделать какие-то выводы вот всегда говорят учитесь на чужих ошибках а не на своих так я накрасила ресницы тушью лореаль x файбер и мне кажется что получился очень даже нейтральный макияж и вот собственно я подхожу как раз к выводам основным и я кстати буду сейчас наносить тональную основу от вас он на лицо и они забывают что на самом деле самое главное что у них есть это их аудитория не какие-то спонсорские видео не бесплатная косметика они не еще какая-то чепуха это все конечно классно да естественно здесь нет ангелочков которые все делают ради там только подписчиков естественно есть тут люди кто зарабатывают деньги кто я не знаю раскручивает свое имя возможно но тем не менее все равно самое главное это аудитория потому что без аудитории нафиг ты никому не нужен не брендом никто тебе не будет никакие спонсорские сделки предлагает никакую бесплатную косметику никакие там поездки вообще никому ты не будешь нужен если у тебя не будет твоей аудитории и я приняла решение для себя что я хочу создавать видео которые будут в первую очередь для мои зрители а не для того чтобы угодить кому-то будь то какой-то бренд или какая-то возможность или еще что то такое и казалось бы да звучит это все как клише да я такая хорошая я буду делать видео для вас но на самом деле в последнее время мне кажется у меня изменился контент потому что я стараюсь максимум информации дать насколько я могу я начала показывать косметику в макро как она лежит на лице я начала показывать там при дневном освещении я начала тестировать там в разных каких-то условиях показывать живые сводчи какие-то живые макияжи то есть живой процесс макияжа я постоянно думаю о том что может еще улучшить контент если кстати у вас есть какие-то идеи вот чего вам не хватает да чтобы еще лучше понять как работает определенный продукт вы обязательно об этом пишите потому что я всегда только за я с удовольствием буду улучшать свой контент я всегда стараюсь над тем чтобы его улучшить чтобы как можно больше знаете не субъективного мнения показать а наоборот сосредоточиться на каких-то фактах и все равно любой обзор это всегда субъективное мнение здесь никуда от этого не денешься и я всегда это упоминаю что независимо от того что я говорю смотрите сами на картинку делайте свои выводы сравнивайте с какими-то другими моими видео с какими-то другими обзорами и также в последнее время я начала призывать зрителей тоже оставлять свои комментарии свои обзоры продукции о которые я говорила видео если они пользовались и кстати это сработало например когда я делала обзор на уход от диапрос я сказала что обязательно если вы чем-то пользовались тоже об этом пишите чтобы не только на основе моего мнения могли зрители формировать свою точку зрения а еще и на основе вашей и там реально пришло достаточно много комментариев чему естественно я очень рада потому что там и про другие линейки тоже высказывались поэтому это очень ценная и полезная информация как я считаю по крайней мере для бровей я в первую очередь сейчас беру карандаш color pop оттенок dark brown и кстати на лицо я сейчас поставила несколько пятен консилером катрис камуфляж оттенок 20 и оставила для того чтобы он чуть-чуть подсох и покрытие было больше следом беру vivienne sabo brow arcade в третьем оттенке об этом я тоже говорила мне нравится что он более теплый и последнее что я наношу это рилуи fix and color гель для бровей и вот с этим вспомнила еще один момент который тоже хотела обсудить и забыла вот сейчас хочу об этом быстро сказать когда я сказала что есть группа блогеров которые словно как отрываются от реальности я поняла что себя я тоже частично могу к этой группе отнести и что я здесь имею ввиду блогерам естественно очень много присылают косметики для обзора и на самом деле часто случается такое что когда ты тестируешь определенный продукт ты потом делаешь на него позитивный отзыв ну допустим я не знаю что прислали мне вот эту вот палетку хайлайтеров допустим да и я ее начинаю тестировать я показываю ее видео комментирую о да красивая палетка класс все замечательно и потом я ее сделал это видео откладываю эту палетку и в принципе больше не пользуюсь и с одной стороны нельзя сказать что я сделала какой-то неправдивый отзыв что я перехвалила эту палетку и спровоцировала людей чтобы они ее купили но в то же время я не возможно не приложила больше усилий для того чтобы возможно сравнить эту палетку с чем-то другим потому что вот это я заметила как главную ошибку например в своих видео я делаю очень много обзоров и продукты есть реально хороший то есть они ничего плохого в принципе не скажешь но это продукты которые просто хорошие да но они не самые лучшие и если например я попользовалась определенным продуктом я сказал удар эту нормальная хорошая косметика я не сказала неправду но в то же время я не сказала всю правду то есть я не сравнила эту косметику с чем-то еще и не сказал вы знаете а вот это гораздо лучше чем вот это то есть они находятся там приблизительно в одной той же ценовой категории то есть возможно вам лучше все таки не вот это купить а вот это и я для себя поняла и сделала выводы что я буду стараться по крайней мере все время сравнивать когда я делаю обзоры все время сравнивать то что я обозреваю с текущими своими фаворитами даже если какие-то моменты придется вырезать потому что очень много на самом деле вырезается из видео у меня каждое видео от снятого материала где-то на час а потом из этого я делаю 10 минутное видео то есть я много чего говорю но из-за того что видео настолько длинным получается много чего приходится вырезать так вот мой главный вам совет это всегда пишите комментарии всегда уточняйте всегда спрашивайте просите меня и других блогеров сравнивать определенные продукты и если вы знаете что они у них есть то есть например если вы знаете что у меня есть и этот хайлайтер и этот спросите а какой вот на твой взгляд лучше или какой лучше подойдет конкретно мне потому что я стараюсь отвечать на все комментарии я действительно уделяю этому время я читаю и я узнаю ваши ники я вас практически всех знаю и хочу отдельное спасибо сказать тем кто действительно возвращается каждый раз и каждый раз комментирует каждый раз ставит лайк это вроде бы как звучит банально и все вроде бы как об этом говорят но у меня лично бывают такие моменты когда вы знаете как волна нахлестнет на меня и я вот начинаю анализировать и думать это реально люди в наше время очень заняты и даже я находясь в этой сфере деятельности я могу себе позволить там ну два видео может быть в день посмотреть максимум я не могу смотреть 100 видео я не могу смотреть там даже 10 видео в день и я понимаю что сейчас при всей вот этой вот нашей занятости вы все равно выделяете время на то чтобы смотреть мои видео и многие из вас каждый раз возвращаются и только благодаря вашим просмотром я имею все что связано с этой карьерой и какие-то сделки с брендами и какие-то контракты и какие-то возможности кто-то вообще знает мое имя и это главная мысль которой я пришла после вот этого всего скандала и когда я посмотрела что действительно вот просто вот так вот в одну секунду можно все потерять а эти блогеры теряют сотни тысяч людей сотни тысяч людей них сейчас уходят и кстати о птичках я уже несколько раз показала хайлайтер вот этот вот glow манамур от лориаль и с этим хайлайтером если честно творится что-то очень странное потому что я начинаю получать комментарии что вы пробуете этот хайлайтер в магазине делаете с его чем вам не нравится потому что в нем сплошные блестки я если честно вот прям в шоке я не знаю то ли это связано с тем что есть две какие-то формулы этого хайлайтера вот этот я заказывала на lady make up то есть оттуда мне пришел именно вот этот хайлайтер я не знаю что продается у нас магазинах потому что я абсолютно все заказываю в интернете для меня поход в магазин чтобы вы понимали это вообще вот мое представление ада наверное вот есть девчонки которые очень любят ходить по магазинам выбирать вещи там мерить это все проводить целый день за шопингом для меня это вот реально описание моего личного ада я даже чтобы вы понимали продукты из супермаркета заказываю в интернете нашего основного супермаркета есть интернет-магазин и там можно заказывать продукты тебе их приносят домой вот я даже продукты из супермаркета заказываю в интернете но тем не менее давайте вернемся к этому хайлайтеру я сейчас хочу показать живой swatch этого хайлайтера чтобы показать что вижу я и так как у меня как качество все-таки достаточно хорошая я надеюсь что вы сможете понять да что я имею ввиду когда я описываю этот хайлайтер и вот я его сейчас капну чуть-чуть а и хочу вам показать его как бы живой swatch чтобы вы поняли что я в своем хайлайтер и ни одной блестки не вижу то есть тут реально вот именно блесток здесь вообще нет вот сейчас давайте я вам покажу вот я надеюсь сейчас видно есть вот такое как металлическое сияние да и как это сказать влажная на такое как масляное сияние но здесь нет ни одной блестки я вообще вот ни одной блестки здесь я не вижу то ли у него есть две формулы как например у мэйболин мэйболин отдельно выпускают хайлайтер для европы и сша и отдельно выпускают для страны снг по моему хайлайтер который вообще не такой как тот может быть здесь такая же ситуация потому что lady makeup они возят косметику с европы может быть поэтому он другой и раз мы уже о нем заговорили то я его и наношу сейчас на лицо бронзера я нанесла за кадром потому что я на него хочу сделать отдельный обзор и сейчас я недели полторы где-то его тестирую и буду делать отдельное видео потому что это бронзер который очень раскручен поэтому мне хочется понять стоит он своих денег или нет а так мой макияж принципе уже полностью готов то есть я могу заканчивать это видео и вы знаете последнее что мне хочется сказать что я не успела сказать процессе создания этого видео это то что чем больше я анализирую во что превращается youtube тем больше я понимаю что большинство людей не были готовы к этой должности потому что когда я начинала я думала что для меня важно быть хорошим визажистом и также ведущим иметь какую-то харизму просто быть как бы интересные в кадре и этого в принципе достаточно для того чтобы быть блогером именно поэтому я пошла на курсы визажиста и я после этого решила что все в принципе карьера блогером не обеспечена но чем больше эта сфера развивается тем больше я понимаю что здесь настолько много профессий заключена в одну здесь мало того что ты ведущий мало того что ты визажист мало того что ты сценарист потому что тебе реально нужно продумывать контент они просто отрабатывать то что тебе присылают то есть если ты будешь просто отработки снимать это никому не интересно то есть нужно продумывать нужно все время развиваться нужно какие-то новаторские идеи пробовать также это и оператор и монтажер и фотограф но вы знаете даже и этого всего недостаточно потому что сейчас я смотрю что помимо всего прочего тебе нужно быть еще и пиар-менеджером тебе нужно уметь общаться с теми же компаниями которые тебе что-то предлагают чтобы не превратиться просто в рекламный рупор или в какую-то тряпку которую будут использовать как кто хочет в общем-то также здесь и частично публицист и человек который ведет переговоры с общественностью да то есть здесь на самом деле столько всего что далеко не все люди обладают этими качествами и многие ну наверное большинство учится в процессе и к чему я это все сказала это к тому что вы знаете общение со зрителем очень сильно развивает вот реально я беру очень много вдохновения и очень много конструктивной критики я реально принимаю поэтому в самом конце что хочу сказать общайтесь с блогерами если вы хотите что-то уточнить или если вы хотите что-то сравнить или если вы где-то сомневаетесь обязательно об этом говорите и я уверена что если вы будете это делать в адекватной вежливой форме то я не знаю таких блогеров кто бы вам отказал или что-то какие-то гадости наговорил или заблокировал вас за это в общем то я в очередной раз прихожу к тому что общение с аудиторией очень важно поэтому я периодически хочу делать такие видео когда мы с вами просто разговариваем и мне очень интересно слышать вашу точку зрения поэтому не стесняйтесь пишите комментарии а на этом видео я буду заканчивать если она вам понравилась конечно же поставьте мне палец вверх подписывайтесь на мой канал это можно сделать вот здесь вот и также можете посмотреть другие мои видео которые сейчас вам предлагают youtube а если вдруг вы их уже смотрели то мы с вами увидимся в следующем моем видео через несколько дней